1 мая традиционный праздник, ассоциирующийся у миллионов жителей нашей страны с пикниками и выездами на природу. Но в этом году пандемия внесла свои коррективы в повседневный образ жизни людей, не говоря уже о праздниках. С 1 по 5 мая в Северском районе введен запрет на посещение лесов. Это также связано с пожароопасными погодными условиями. Добрый день, уважаемые земляки. Во-первых, хочу вас поздравить с праздником 1 мая весны и труда. Пожелать вам всем благополучия и здоровья. Сегодня 1 мая наша группа в составе сотрудников ДПС, депутата поселения и из общества казаков дежурят для того, чтобы сохранить наши лесные угодья. Я вас очень прошу воздержаться от поездок в лес, отдыхать на сегодняшний день лучше дома, с семьей, с детьми. Желаю еще раз вам здоровья и спасибо за понимание. Я обращаюсь к вам, Семенченко Мария Митрофановна, являясь депутатом Ильского городского поселения. Прошу вас выполнить правила, которые у нас сейчас есть. Сидим дома или остаемся дома. Понятно, что у нас очень хорошая, чудесная погода. На улице май и хочется пойти погулять. Но нужно это выполнить правила. Дорогие жители Северского района и Краснодарского края, мы живем с вами в очень благодатном крае. Мы праздник 1 мая и 2 мая привыкли отмечать с вами все на природе, в лесу, на реке, у озера. У нас есть у каждого свое любимое место, где мы это все отмечали с родственниками, с друзьями. Просто каждый раз выезжая, и было это всегда каждый год. Но сейчас, в данный момент, я вас прошу воздержаться от этого. Не нужно рисковать ни жизнью своих детей, ни своей жизнью. Побудем дома. Благодарю всех казаков, людей, которые вместе с нами несут службу. И сегодня, и завтра, и послезавтра. У нас нет выходных, мы все работаем. Прошу всех жителей также уважать и нас, что мы несем службу, не получая за это никаких ни денег, ни средств, а просто оберегаем вас всех от этой беды. Добрый день, дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с праздником мира, труда и весны. Желаю вашим семьям, всем вам здоровья, счастья и благоденствия. Конечно же, сегодня щемит в груди от того, что мы не можем собраться все вместе, улыбаться друг другу, петь песни. Но, дорогие мои, все пройдет. Но, коль пришла такая беда, мы должны оставаться дома. Давайте еще немного потерпим ради здоровья наших детей, наших пожилых родителей, наших внуков. История нашей страны нам показывает, что когда мы вместе, когда мы объединяемся, мы можем победить любого врага. И эту инфекцию, эту заразу мы тоже с вами победим. И вновь будем все вместе, будем слушать наши губанские песни, будем смотреть, как танцуют наши дети, и радоваться нашей замечательной природе. Еще раз с праздником, добра и счастья вам! До встречи!